Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию еще одну уловистую мушку мокрую, которая работает круглый год. Я взял крючок нимфовый, 16 номер, огрузил его немножечко свинцом и теперь мы с вами промотаем немного нитью и будем крепить материалы. Нам понадобится только лишь часть тех отходов, которые у нас практически всегда остаются. По остаткам перьев у меня осталось вот такое вот желтое перышко. Я беру как раз вот эти бородочки, мне пригодятся для хвостика моей нимфы. оторваем. Длина хвостика должна равняться длине тела. Может быть, чуть-чуть короче, но не длиннее. много будет пустых поклевок. Притяжной петлей прихватываем в одном месте. Посмотрели. все устраивает длина. Теперь, окончательно, двигаясь к загибу, подхватываем наше перышко. Остатки отрезаем. В качестве тела я буду использовать у меня остался вот такой зелененький силикон. я буду проматывать тело и сегментировать будем мы с вами люрексом блестящим. Тоже по остаточкам. Вот таким люрексом. Закрепим по порядку все материалы. Для того, чтобы не было неровностей по телу, наш силикон я буду крепить по всей длине. Креплю в районе грудки парочкой-тройкой оборотов и в натяжечку прихватываю по всему телу. Подхватили, довели до нашего хвостика и возвращаем подравнивая немножко тело нашу нить к колечку. сделаем пару узелочков и будем изготавливать тело. Добавим на тело капельку клеем и как обычно сперва с натяжечкой, а потом при приближении к грудке натяжку мы ослабеваем. КОНЕЦ подхватили. Немножечко добавлю совсем чуть-чуть капельку клея поверху спинки для того, чтобы наш люрекс при намотке не скользил. Все равно потом мы еще с вами вскроем это все тело лаком. м м роз м м м м м Закрепили, остатки отрезали. Можно использовать клей для вейдерсов, но мы будем идти нашим традиционным путем, как мы привыкли использовать. Вот готово такое наше тело и для его укрепления я нанесу немножечко лака по всей длине нашего тела. Подождем теперь, пока он подсохнет. Клей наш лак подсох. Я промотал грудку из остатков павлиньего пера и закрепил сразу у загиба вот так с двух сторон золотистый люрекс. И закрепил перо. Теперь мы с вами намотаем опушечку буквально пару-тройку оборотов. Вводим все бородочки назад и здесь сформируем оловку. Вот так будет достаточно. Делаем завершающий узел. И теперь, друзья, смотрите. Так как здесь изначально надо было укладывать перышко джунглевого петушка, я решил сразу для вас показать, что можно его заменить на вот такую подходящую полосочку люрекса. Отрезаем вот так слегка на косую, следим за тем, убираем перышки, чтобы не подрезать наши перья. И вот так с одной и с другой стороны отрезаем слегка на косую. И у нас вышли вот такие блестящие щечки с одной стороны и блестящие щечки с другой стороны. Можно уголочки еще подровнять. Если длинная, можно подрезать. Принцип вам уже понятен. И теперь нанесем капельку лака и наша мушка готова. Вот мы, друзья, вскрыли голову кулаком, подровняли наш блестящий люрекс и наша мушка готова к работе. Повторю, довольно таки уловистая приманочка, особенно в мутной воде. Практически любая рыба отзывается. В разной величине, по-разному вы будете разную ловить рыбу. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.